Привет! С вами я, Дмитрий Фреско. И здесь я, чтобы пропагандировать еду. Есть у испанцев один замечательный способ времяпрепровождения. Собирается компания приятелей и начинает путешествие по таписериям. Таписерия – это гедальня, в которой кормят тапосами. Тапос – запуска на пару укусов. Это может быть бутерброд, это может быть маленькая горка картошки с соусом, это может быть несколько поджаренных до хруста рыбешек по размерам с палец. Такая компания задерживается в таписерии на время не дольше, чем необходимо, чтобы выпить кружечку пива или бокальчик вина и заесть это дело парочкой тапосов. Кто-нибудь один расплачивается, и компания перемещается в следующую таписерию, где история повторяется, только платит следующий. Побывать в Испании и не пришвырнуться по таписериям, я считаю, просто преступление. Но что делать, если перспективы на отпуск не ясные, да и цены на билеты уже не просто кусаются, а бьют под дых. Я думаю, что можно слегка напрячь воображение и приготовить несколько тапосов самостоятельно. Сегодня я приготовлю тапос из куриной грудки. Мы и самове их называют наггетсами. Готовятся они просто, съедаются еще быстрее. Так чего время терять? Возьму одну куриную грудку, одно куриное яйцо, один багет, одну сковородку, оливковое масло, соль и сухарные крошки для панировки. Яйцо разбиваем, солим, разбалтываем. Эта штука называется льезон по-французски. Куриную грудку режем на порционные кусочки, примерно одинаковой толщины. Складываем их в чашку с яйцом и перемешиваем. Внимание! Лайфхак! Смотрите, беру бумагу для выпечки, складываю ее вот так. Примеряю сковородки. Накрываю дно. Наливаю масло для жарки. Пока масло греется, запанирую кусочки курицы в сухарной крошке. Самая неприятная проблема при жарке в панировке в том, что панировка в процессе частично осыпается и начинает гореть на дне сковородки. Это придает неприятный вкус маслу, ну а значит и продуктам, которые мы в нем обжариваем. Да и просто вредно. А когда мы кладем на сковородку бумагу, она работает небольшой прослойкой между раскаленным дном сковородки и этими крошками. И все горит значительно меньше. Бумага в продаже бывает разная. Одна пропускает жиры, другая нет. Если ваша бумага жир не пропускает, то перед тем, как класть бумагу на сковородку, нужно плеснуть ложку-полторы масла на дно, а потом уже класть бумагу. Однако вернемся к наггетсам. Куриную грудку очень легко пересушить, поэтому необходим постоянный контроль. Придавите пальцем сырой кусочек мяса или вилкой и оцените его мягкость и упругость. А теперь тот же самый проделайте на сковородке. Как только почувствовали изменения, снимайте кусочек и разрезайте. Розовых оттенков уже нет, а сок еще есть. Все готово. Осталось только собрать наши наггетсы, пока еще хоть что-то осталось. Как именно собирать тапосы и с чем? Ориентируйтесь на собственное революционное чутье. Это, конечно, не киль-кавтоматик, но тоже мировой закусон. Вот и все на сегодня. Ешьте вкуснее, чаще встречайтесь с друзьями, загляните в этот ролик. Здесь я рассказываю, где еще можно посмотреть мои рецепты. Понравилось? Пальцы вверх. Не понравилось? Спасибо, что досмотрели до конца. Загляните на страницу ВКонтакте, там я повесил опрос, что готовится в следующий раз. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok